Всем привет! Вы думаете, я сейчас вам расскажу, что у меня находится в этой замечательной сумочке? Вовсе нет! С рождением ребёнка дамская сумочка мне нравится вот с такого размера на один момент! Итак, вот как должна выглядеть сумочка для девчонки, у которой есть хотя бы один ребёнок. Сейчас объясню, почему. Сейчас мы посмотрим, что там внутри и почему я не хожу с маленькой сумочкой. Да, кстати, она тяжёлая достаточно. Ну, в принципе, не очень тяжёлая поднять можно, но зависит ещё от дня и от того, куда, как далеко мы идём. Вот. Спасает только то, что женщина с ребёнком обычно ходит с коляской. В коляске всегда можно куда-то или вниз положить, или повесить просто на ручке коляски, вот так вот. Ну, конечно, можно и на себя нацепить. Так, ладно, приступим к открытию супер-сумочки. Итак, для начала посмотрим, что здесь. Одежда. Так как у нас довольно-таки прохладно бывает, особенно по вечерам в Австралии. Вот. И сейчас зима. Сейчас нет такого, что 40 градусов жары. И по вечерам бывает 10 градусов и 12, это холодно. Вот. Значит, мы берём с собой курточку. Вот. Вот. Так, вот. Так, вот здесь мы будем сходить тут. Курточку. Запасная обувь. Запасная обувь обязательно, потому что иногда ребёнок может залезть просто в лужу. Даже не специально, а просто случайно. Потому что это ребёнок. Так. Вот, например, кофточка ещё. Если просто не очень холодно, можно просто одеть одну кофточку. Просто бывает, что нужно её поменять, если мы её испачкали. Это тоже очень часто случается. Вот такая вот бутылочка лёгенькая. Тоже пригодится. Обязательно штаны, потому что они пачкаются чаще всего. Если ребёнок просто сел на землю, это тоже бывает часто. Что нишки нам пригодятся. Что у нас ещё? Ну, это вот такая безрукавочка на всякий случай, чтобы холодно не было. Так. Ну, это маечка. Иногда нужно поменять и маечку под низом. Она тоже очень нужна бывает. Вообще всё нужно. Полный комплект сменной одежды хотя бы в одном экземпляре нужно дать. Так. Естественно, нужен слюнякчик. Если мы идём куда-то в гости, одели красиво, чтобы хотя бы не сразу испачкал себе одежду, вот, можно одеть такой слюнякчик. Естественно, если ребёнок, если пользуется памперсами, то, конечно, нужны памперсы. Минимум две штуки. У меня их три, потому что это для бассейна или для купания в море. Сейчас летом в море мы не купаемся, но всё равно нужно нас эти кучи. Так. Что ещё? Естественно, салфетки. Салфетки, я думаю, они нужны не только тем, у кого есть дети, потому что просто вытереть жирные руки, не знаю, снять косметику её не нужно. Всё, что хочешь можно. Ещё. Вытереть, если грязно. Даже скамейку протереть, если вы хотите, но не протереть. Так. Что у нас тут ещё? Ага, уже пошли детские игрушки. Это не я их положила, это Алан туда положил. Вот у нас сколько всяких машинок. Так, что у нас тут ещё? Лего. Лего машинка. Так, что есть? Ну, это я для себя беру такие запасные носочки. Так, что ещё? А, мячик. Мячик, это очень полезная вещь, конечно. Так, вот это супер необходимая вещь для кормящей мамы. Это железо, которое можно есть таблеточку, не запивая водой. Она очень вкусная, потому что женщина, кормящая грудь, обычно испытывает недостаток железа. Это тоже очень нужно. Так, ну что, в этом отделении всё, здесь всё, вроде бы. А, нет, вот тут ещё у меня есть. Вот у меня запасы чисто женские. И для подруги на всякий случай. Это заначка. Ладно. Так. Что ещё? Я извиняюсь, там у кого-то ремонт идёт, поэтому немножко шумно. Естественно, у женщины должна быть в сумке расчёска. Это у меня огрызок расчёски, потому что его просто удобно носить из-за маленьких размеров. Так, это дезодорант, на всякий случай. Так, что у нас здесь? В другом отделении у нас не так много. Так, у нас здесь кошелёк. О, это у нас Витамин В1 для бодрости, если мама засыпает. Ну что, у меня просто кончилась память на телефоне. Сейчас продолжим. Так, здесь, наверное, всё посмотрели с нашими пилочками. Да, пилочки, ключи от машины, косметика минимальная. Так, что у нас тут? Тут у нас две пары детских носочков обязательно. Так, что ещё? Здесь посмотрим, что тут. Тут у нас ещё немножко косметики. Это минимальные тени. Беру просто чёрные и серые, чтобы поправить макияж. Чуть-чуть. Вот такая штучка. С зеркальцем. Что очень важно. Так, здесь у меня... Это обе. Кто знает, зачем они нужны, кому не надо объяснять. Кому надо, наверное, ещё рано. Так, ладно. Что ещё? А, тут очень тоже важная вещь. Это кулёчки. Вот такие несколько кулёчков. Это для того, чтобы, если нужно, выбросить мусор или что-то. Или памперс использованный положить и завязать, чтобы он не пах, и чтобы позорить себя, не кидать нигде. Вот так. В принципе, наверное, всё посмотрела уже. Да. Вот из чего состоит дамская сумочка женщины с ребёнком. Вот. Если у вас какие-то другие сумочки или какие-то новые интересные идеи, которые помогают сэкономить место в сумочке или как-то выйти из положения по-другому, пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень рада. Вообще рада познакомиться, пообщаться. Всем пока. Счастливо. Счастливо.